Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно. Ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередная видеопокупка лошади-подписчику. Но сегодня это будет что-то мега-экстра, супер-крутое и пугающее. Сегодня у нас аккаунт Елизавета Фарлав. Я безумно благодарна хозяйке данного аккаунта, что нам позволили купить лошадку. Жалко, что она ждала очень долго, с одной стороны, но с другой стороны, список запрещенных к покупке лошадей стал меньше, потому что, я так понимаю, она сама их уже купила и они есть у нее в конюшне. Ну а сейчас давайте же направимся ее в конюшню и посмотрим, кто еще там живет, потому что это что-то неожиданное. Я без вас не заходила и... Ааа, тут немножечко бардак. Но это ладно, ребята, это ладно, потому что у этого человека в конюшне 27 страниц лошадей! У нее около 400 коней! Мы не считали, но меня предупредили, что коней очень-очень много. И у этого человека всегда есть СК на счету, потому что у нее их больше сотни! Сотни тысяч СК! Я в шоке, ребята! В большущем шоке, так что давайте сейчас я вначале почитаю историю этого персонажа. Так, я думаю, ничего страшного, если мы здесь наведем порядок. Мне просто так будет проще сориентироваться и, конечно же, потом выбирать вообще, кого мы покупаем. Очень интересный персонаж, классный образ встретил меня при входе в игру. Но давайте же начнем уже снимать. История очень длинная, поэтому устраивайтесь поудобнее. Елизавета никогда не интересовалась лошадьми. Ее всегда пугали эти животные своим нравом и непредсказуемостью. Однажды она устроилась на подработку в конюшне. Ее задача была ухаживать за стойлами и чистить амуницию лошадей участников конного клуба, в котором она подрабатывала. Но, к несчастью, в один из дней случился пожар. На конюшне всех лошадей вывели, кроме одной. Верный шторм, конь породы, юринская чистокровная, как раз-таки началочка. Спасибо, человек, за уточнение. Елизавете пришлось вернуться и освободить бедного коня. Как только она освободила его, он убежал. И в момент, когда Елизавета собиралась тоже убегать из горящей конюшни, вслед на нее обвалилась балка, которая свалилась из-за пожара. Попытки выбраться были тщетны. Огонь уже окружил Елизавету, и она начала терять сознание от большого количества дыма и огня. Но вдруг из огня выпрыгнул конь, тот самый, которого недавно освободила Елизавета. Он вернулся, и не по понятным для нее причинам. Елизавета из последних сил хватила из-за коня, и тот вытащил ее из-под обвалившейся балки. Конь вытащил Елизавету, она изменила после этого свой взгляд на лошадей, поскольку поняла, насколько эти животные прекрасны, отважны и верны. Коня и Елизавету госпитализировали, в результате чего она получила много ожогов, и в том числе и на лице. Поэтому с того дня всегда везде она находится в маске. Конь получил тоже несколько ожогов, но не столь серьезных. Спустя несколько месяцев ее выписали из больницы, и первым делом она выкупила коня, который тогда спас ее, и начала заниматься верховой ездой. Спустя год она начала свой влог, в котором спасает лошадей, тяжелораненых, или со скотобой, или других бедняжек, которым грозит опасность. Теперь у нее имеется своя собственная конюшня, в которой также работают волонтеры, которые ухаживают и любят лошадей. Елизавета очень любит своих лошадок и часто на них катается, и ухаживает за ними, и занимается с ними для себя. Но вступать в конный спорт она не собирается, чтобы ее лошадки всегда были в спокойствии и без стресса и лишних нагрузок. Вот такая вот очень большая история, очень интересная, увлекательная. Поэтому да, тут очень много лошадей. Если бы здесь была бы возможность реализовать то, что написано в истории, то у Елизаветы было бы огромнейшее ранчо. Наверное, даже по размерам, наверное, походящее на заповедник, так как здесь очень много пород, несколько лошадей одной породы. Возможно, наверняка, некоторых из них она бы не хотела держать в общем загоне. Таких, например, как ахалтикинцев, арабов, а другие бы лошадки, наверное, бегали уже в общем загоне. В зависимости, ну, просто от их состояния и желаний хозяйки. Так, я заговариваюсь, потому что я никак не могу осознать, что у нее 27 страниц. Ребята, если что, у меня сейчас на конюшне, на основном аккаунте, их, кажется, 9 или 10 страниц, а тут все 27. Ну что ж, давайте очень бегло посмотрим, что по мастям, что по породам. Но я так понимаю, здесь все начинается от самых старичков и заканчивая самыми новыми породами. Здесь, в этой конюшне, есть очень много старых, ну где же, старых фьордов, боже мой, как я мечтала скупить их всех в тот день, когда их удаляли из игры. Я со слезами сидела и прощалась с этими старичками, потому что в те годы я не могла себе позволить экстренно задонатить ту сумму, чтобы их всех скупить. И вообще спасибо соклубнице, которая решила мне подкинуть денежку за то, что я ей вырастила и помогла с покупкой лошади. И я смогла купить себе шоколадного вот такого вот фьорда, а всех остальных, к сожалению, нет. И, во боже, как это грустно. Я сижу сейчас и безумно завидую ей, потому что я хотела и серого, я хотела и вот этого самого светленького. И вообще, ну как бы, ну какие они классные просто. Я не могу. Знаете, здесь вообще бесполезно смотреть, какие масти у нее преобладают, потому что, во-первых, лошадей очень много, а во-вторых, она покупает практически все породы. Сколько кнап-струберов. Как это было? Так, 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 так. Сейчас, верный шторм. Вот, вот он. Я нашла, я нашла началочку. Джорвиг Варамблот. Ой, а куда-нибудь можно его переставить, посмотреть? Ммм, мм, 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 куда бы переставить? Давайте, я не знаю. Давайте переставим, наверное, Кэша. Он тут единственный, пятнадцатый. Мне кажется, его потом проще будет найти, чем всех остальных лошадей. И я хочу посмотреть того коня, который по истории данного персонажа спас Елизавету. О, красивая. Люблю такую масть, она очень оригинальная. Обычно ее делают с черной гривой или с белой. Вот с белой, кстати, я вообще не люблю сочетание данной масти. Но у нее, насколько я вижу, темно-коричневая, что очень хорошо смотрится. Да-да. Кстати, смотрите, вот у него цвет глаз такой, какой сейчас целиком полностью образ у Елизаветы. И я так понимаю, вот она всегда ходит в маске. Надеюсь, когда-нибудь она сможет действительно изображать какую-либо маску, которая бы подходила для ее персонажа. А может быть, она... А-а-а, она есть! Наверное, имелось в виду либо вот эта карнавальная маска, либо вот эта маска. По-моему, вот что-то такое, кажется, я этого персонажа же уже когда-то видела. Ну что ж, мы отправляемся задуматься. Но вначале, что же, какие требования для покупки лошади? Именно английском языке, второго или третьего поколения. Условия к покупке двух лошадей, либо как пара жеребец и кобылка. Ух, нам же еще точно, нам еще и двух лошадей купить надо. Желательно разных пород, но не критично. Либо кобылка и жеребенок. Но жеребенок должен быть именно в виде поняхи. Если покупается одна лошадь, то на мой вкус. Запрещен к покупке ганновер. Исключение, если на момент записи на него снизят цену. К сожалению, не снизили. Так, амуницию по душе выбирай из шкафа, что понравится. А если не найдется то самое, то можешь докупить что-то. Кстати, а мне будет уже... Нет, давайте мы амуницию пойдем смотреть, именно когда уже купим лошадь. Так, отправляемся на мозговой штурм. И решать, какие же породы смогут и масти, конечно же, появиться на этой конюшне. Ну что ж, это было очень долгое путешествие. И оно все еще не закончилось. Я нашла двух лошадей. Целых двух лошадей, которых хотела бы купить. Да, также хозяйка аккаунта забыла надеть маску и попросила, чтобы я ее обязательно надела. Поэтому вот, пожалуйста, да, персонаж в масочке. Не знаю, та или не та, но она в масочке. В общем, одна из этих лошадок, которую можно купить этому персонажу, это Уэльский пони третьего поколения. И также Уэльский... Валийский, извините, пони второго поколения. Но, вы можете видеть, тут две одинаковые масти. Я уже немножечко потыкала кнопочки, повыбирала. И я даже не знаю, кого ей брать. Я смотрю, у нее очень мало гнедых. И в этом-то вся и проблема, потому что я сама не вижу, скажем так, на ее персонажа гнедых лошадей. То есть я смотрю и вижу, да, вот каких-то соловых, рыженьких. Но явно не враных или гнедых. Я побывала, по-моему, уже в каждой точке Юрвика. Только в Дун-Дун не ехала, но там меня не интересует ни одна лошадь. И плюс, насколько я помню, там есть все лошади, которые у нее, как бы, они все куплены. И, ой, как это сложно! Вы бы знали, это очень, очень и очень сложно. Я бегала целый час по локациям. Вспоминаю, где кто стоит, кого куда перенесли. В надежде, что, может быть, хоть где-нибудь я смогу найти ту самую лошадку. Но также я нашла очень шикарную новость, что у нее нету валийского пони. Вот этого солового. У нее есть вороной. Минуточку. А, у нее нету еще рыжего. То есть у нее есть все валийцы, кроме рыжего и кроме солового. Так, так, давайте. Какие прически у них? Я уже забыла, сто лет их не покупала. Это было очень давно. Конечно, они безумно уже старенькие, лошадочки такие. Но почему бы и нет? Тем более, что разрешено покупать старые, вторые поколения. Ну, они смотрятся. Согласитесь, они очень хорошо сочетаются. Вообще, если убрать интерфейс, то как будто бы даже кадр из далеких 2017-2018 года. То есть, когда все катались на первых и вторых поколениях. Так, ладно, хорошо. Ура, победа. Спустя час езды я нашла хотя бы одну лошадь, которая мне очень сильно понравилась для ее аккаунта. И которая у нее не куплена. Ура! Но, я нашла еще одну лошадь. Она, правда, тоже второго поколения. Поэтому давайте же отправимся на рынок лошадей Фердинанда, чтобы с ней познакомиться. Итак, какую же лошадку я приметила для нее с ярмарки лошадей Фердинанда. Что было очень-очень тоже тяжело. Я, если честно, уже до сих пор не могу вспомнить точно все ли я смотрела. Потому что у нее скуплены целиком все породы. Это просто шок, ребята. Я не могу. Это прям очень мощно. Если она еще раз попросит меня купить лошадь, я не знаю. Я скажу, можно подождем новые породы? И давай я тебе вот куплю новую породу уже. Назову как-нибудь с ассоциацией. Так, но у нее нету еще, я вот вспомнила, шоколадного англичана. Только шоколадного. Хотя, в принципе, он очень симпатичный. И они тоже очень смотрятся. Кстати, да, почему я не заметила тебя раньше? Но я откопала вот этого Моргана. Вот этого вот симпатичного цвета карамели. Немножечко поджаренный. И при этом с капелькой сливок. И, не знаю, наверное, шоколадного сиропа карамелечку. У нее есть, по-моему, опять же, здесь абсолютно все Морганы. А нет, у нее нету Моргана Спирита. Надо же, какого... А, и серого нету? Вау. Вот это сейчас неожиданно было. То есть у нее нету трех Морганов второго поколения. Но среди всех, именно сейчас, именно в данный момент, мне кажется, ей больше всего подойдет вот именно вот этот. Вот именно вот это счастье карамельное. И раз уж такая ассоциация, если все-таки мы будем брать именно его, то назовем карамелькой. Так, ладно. У нас, значит, все-таки нашлось. Ура! У нас нашлось аж три лошади. Это валийский пони второго поколения. Потом еще английское чистокровное второе поколение. И Морган второго поколения. Так что сейчас будет самое сложное. Это определиться, кого же, кого же мы берем. Двух лошадей все-таки я брать не хочу. Потому что у меня очень, как бы, странная хотелка. Если бы я брала ей кобылу с жеребенком, то они должны быть очень похожей масти. А здесь такая ситуация, что, либо, нужно брать шоколадного англичана, но при этом валийц на южном копыте, он как бы светло... То есть он саловый. Он саловый. Меня это не устраивает. С другой стороны, мы можем взять Моргана. Но он тоже достаточно низкий. Валийц, конечно же, еще ниже. И они очень будут похожи по масти. Но почему-то не хочу. Не хочу я брать Моргана вместе с валийским пони. Вот, поэтому буквально, наверное, пять минуточек. Я покашеварю свои мозги в своей голове. И приму решение о том, кого же мы все-таки покупаем. А покупать мы будем все-таки этого Моргана. Он был первым, о ком я вспомнила. Вернее, из старых лошадей. Что была вот такая масть у Моргана. Надо посмотреть, надо пощупать. А сочетаются ли они или нет. И мне нравится, как сочетаются. И я хочу его купить с вот такой корешечкой. Мне кажется... Да, просто посмотрите, как они симпатично смотрятся. Очень классный лошадка. Я не знаю, конь-кобыла? Без понятия. Мне вроде бы не дали команду покупать... Кого покупать? В случае... А, стоп! Можно покупать же еще как пару. Жеребец или кобылка. О-о-о! О-о-о! О-ля-ля! Так, 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 так. Вот это мне нравится. Вот. О-о-о, все, ребята, я забыла. Почему я так застряла на мысли, что нужно лошадь с жеребенком? Написано, черным по белому. Можно купить как пару. Желательно разных пород, но не критично. Боже мой, хозяйка Елизавета, спасибо тебе. Ты сейчас просто меня спасла. Значит, мы будем покупать двух лошадок. Это вот этого шоколадного англичана. Так, а вот какую прическу сделать этому красавчику? Я вот не помню, какую я больше любила. Корешечку базовую или специально стриженую? Ну, специально стриженная она такая достаточно плоская, а базовая она более объемная, но при этом делает из них немножечко таких дурачочков. Ну, в хорошем смысле. Ой-ой-ой-ой, какой же ты прям пусечка. Я прям вспоминаю. Жалко, я не записывала, как я покупала своего самого первого коня английско-чистокровный. Моей первой, одной из первых купленных лошадей. По-моему, вообще вторая купленная лошадь, если не третья. И какой-то был восторг. Как я прям умилялась с них. Несмотря на то, что у них достаточно глупая мордашка. У них всю жизнь все говорят, что у них глупая мордашка. Ну, какие-то дурачки такие. Но при этом все их покупали, все на них катались. На выездку все брали английскую чистокровную. И боже, ну как не купить? Так, так что... Английская чистокровная второго поколения. Вот характеристики. Кстати, очень хорошая гибкость. С изменением прически она будет стоить 425 старткоинцев. Это будет взрослый жеребец. Ооо, так, а вот сейчас надо придумать какое-то имя. По поводу имени вот только было требование, что оно будет на английском языке. И кофе. Сейчас что-нибудь придумаем. Ребят, ну как-то слишком все спонтанно получилось. Но при этом мне очень нравится сочетание, что вот он весь такой как... Знаете, цвет, оттенки прожаренного, обжаренных кофейных зерен. Поэтому ассоциация такая пошла. И это будет у нас кофе-капкейк. То бишь кофейный капкейк. Чизкейк. Нет, не чизкейк, а именно капкейк. Мне кажется, ему подходит. Почему бы нет? Почему бы не сделать и не купить вот такого милого жеребца. Милашного, очаровашного. С очень милым, вкусным даже и ним. Так что, так. У меня начинается такая хорошая истерика. Это будет взрослый жеребец кофе-капкейк. Английская чистокровная второго поколения. 425 старкоинцев. Так, мы нажимаем и покупаем. Узимой-зимой. Ёлки, я надеюсь, действительно тебя нет у неё в конюшне. Вроде бы не было. Не было же, но не было же. Так, отправить в конюшню. О, боже, я так рада. Я с собой горжусь. Я прям безумно счастлива. Во-первых, старые лошадки. Я очень люблю старых лошадок. Потому что это для меня очень сильное воспоминание. Вот. И плюс ещё двух сразу. И как бы человек вообще, в принципе, скупает абсолютно всех лошадей. Я так понимаю. Ну, практически, ладно, всех. Но всё равно 27 страниц в конюшне. Это что-то. И такое количество СК в рюкзаке. Итак, Морган второго поколения. Характеристики вы видите. Вот такой вот карамелька. Это будет карамелька. Дай мне, пожалуйста, короткую гриву стриженную. Мне она очень сильно понравилась. Так, а это будет... Так, а сейчас тоже что-нибудь придумаем. Ой, пожалуйста, только не смейтесь надо мной. Значит, это у нас будет кукурузная карамелька. Ну, то, что карамелька, это прям, да. Это тоже вот масть у неё такая вся очень карамельная. И я вначале не думала даже о том, что это что-то связанное с кукурузкой. Я думала, там либо сладкая карамелька, либо ещё что-то. Там, может быть, закатная карамелька. Ну, тут не знаю. Корн, это вот чисто попкорн. Попкорн в карамельке. Это очень вкусно. Я обожаю сладкий попкорн в карамели. Это прям то, что я очень сильно люблю. Даже прям сейчас захотелось в ведёрку попкорна сладенького с карамелькой. Боже, почему я сегодня покупаю лошадей, которые связаны именами с едой. Но они при этом им очень сильно подходят. Так, ну что ж. Взрослая кобыла. Это у нас кобыла. Корн, карамель или же кукурузная карамелька. Назовём её так. 419СК с учётом использования, изменения стрижки. Точно ли корн? Корн, карамель. Ну, sweet, карамель, мне кажется, это слишком как-то банально. Нет, пускай это будет кукурузочка. Кукурузная карамелька. Да. Ну что ж. Фух. Мама. Точно? Нет, подожди. Подождите. Нет, точно. Да, нету. У неё такой лошади нету. Так что, да. Корн, карамель. Всё. Я спокоен. Я спокоен. У меня просто паника, что я боюсь купить дубль. Так, всё. Взрослая кобыла. Морган второго поколения. Кукурузная карамелька. Ииии... Покупаем. Ой, эти бузи бузи. Привет. Боже, фаллажбайки в голове пошли. Как же давно это всё было. Как я покупала себе своего первого и единственного Моргана второго поколения. Так, отправить на конюшню. Ну что ж, дорогие мои. Это даже не верится. Даже не верится. Но мы это сделали. Мы это, кстати, настолько все долго все делали, что у нас закат уже пришёл. Мы нашли двух лошадок. Мы купили парочку. Жребца и кобылу на конюшню к Елизавете. Да. Так что миссия не то, что выполнена, а даже дабл выполнена. Покупка пары, божечки. Боже мой, даже не верится. Ну что ж, теперь мы срочно отправляемся на конюшню. И пытаемся в шкафу откопать им подходящий сет. Так, так, так. Вот мы и на конюшне. Где наши лошадочки. Так, осталось их только найти. Так, это Аполлуза. Листать, перелистать. Где же вы? Так, стоп. Англичанин. Вот, вот наш англичанин. Так, давай поставим их, ладно, вот сюда. Просто прям перед глазами. И следующий у нас Морган. Так, это Фризы. Дикие. Марвари. И я слепаю. Вот он, вот она, вот она, вот она. Кофе-капкейк и корн-карамель. Боже, идеальная парочка. Мне безумно прям нравится. Ну, смотрите, как они классно сочетаются. Ну, ну просто. Покупочка старых коней. Так. Здравствуй. Ну, нет, ну хорошо смотрится. Почему я сразу на него не обратила внимания. Так. И сейчас в шкаф залезем. И покопаемся. Сколько там всего. Мне безумно интересно прям. Ну, вот, кстати, тут примерно. Ну, ладно. Тут побольше, чем у меня. Намного побольше. Ух ты, сколько тут всего. У меня не все есть вещи. К примеру, некоторые вещи я когда-то продала. Но просто сколько тут действительно всего. Все маски хэллоуинские скуплены. Прямо тут очень-очень много. Интересно, а у нее есть куртка, о которой я безумно слезу пускаю? Наверное, нет. Не вижу. Похоже, что нет. Я думала, есть ли у нее куртка девятого дня рождения. Нет. Видимо, у нее с этой дня рождения вот только вот розовенький, который является по факту самым первым. Но его перевыпустили на десятый, кажется, день рождения или на одиннадцатый. Не вижу из-за волос. Я не помню, там единичка все-таки или одиннадцать на спине. Так, ладно. Все. Ныряем и копаем. Так, ну что ж. Жеребец готов. Очень простой классический сет. Но при этом я постаралась его подобрать в старом стиле. Но с новым седлом. Потому что почему бы и нет, раз они могут носить новые конкурные седла, надо этим воспользоваться. Такой у нас очень красивый кофе-капкейк. Мне прям нравится. Классно смотрится. С ним бы, да на выездку или на какие-нибудь соревнования было бы просто замечательно сходить. Так, и теперь мы берем нашу кобылку. Корн-карамель. Кукурузная карамелька. И тоже ищем ей комплект. Так, ну тут тоже оказалось все очень просто. Комплект нашелся быстро. Прям тоже такой подходящий для нее. Такой вот воздушный весь. Как будто маршмеллоу, наверное, тоже в бежевых оттенках. Седло я хотела вначале другое немножечко взять. Но там уж больно много белого. И мне показалось, что вот это седло смотрится лучше. Хотя, наверное, другое седло именно от этой узлички. Но, как бы, на вкус и цвет мне больше это нравится. Так что вот такая вот тоже у нас кобылочка. О, смотрите, он прям оглянулся. Посмотреть, как мы тут подходим. Так что вот, ребята, покупочка сделана. Классные безумно лошадки. Очень классные. Мне они безумно понравились. Я надеюсь, они также очень сильно понравятся хозяйке. Хозяки. Я не знаю, мне слов не хватает передать, насколько я рада покупке старых лошадок, вторых поколений. Да и тем более, для меня эти породы тоже очень много для меня значат. Я очень много, самые первые месяца своей игры каталась и на англичане, и на Моргане. В какой-то момент это были чуть ли не мои две единственные именно спортивные лошади. Англичанина я брала, по-моему, чаще всего на выску. Моргана на конкур. Или же наоборот. Или я их периодически меняла. Не помню. Это было уже слишком давно. Ну, а теперь давайте посмотрим отзыв от хозяйки аккаунта. Блин, да ё-моё, что-то. Уйсти меня, ты что ли ревнуешь к моим новым лошадкам, а, зодиак? Так. И момент истиный. О, боже. У меня даже никаких вообще предположений нету. А, да ну это Морган и английскую. Пипец, я, честно, этого Моргана хотела. Что купить? О! О, а прикольный. Ух ты, такой спортивный. Кофе. Ух ты! Да ну, не все имена такие прикольные. Чтобы я такие имена когда-нибудь придумывала. Пипец. А ну. Ё-моё. Офигеть. Офигеть. Ага. То есть, это у нас мальчик, это у нас его девочка. Блин, это английская чистогровная, это просто. Я так давно хотела эту английскую чистогровную. Ну, боже мой, какая они мило смотрятся. Просто. Боже, у меня просто... Мне пищать хочется. И это Морган, Морган. Просто подумать можно. Ой, ой. Я обожаю, если честно, я очень обожаю Морганов. Я как раз думала докупить всех, что там остались. Потому что, когда на них скидку добавили, я не всех купила сразу. Корн-карамель. Боже, какая она все-таки милая просто. Честно. Я думала, мне не понравится то, что у нее такая прическа. Типа, девочки, такая прическа коротенькая. Ну, это просто. А ну-ка. Блин, я даже не знаю. Мне хочется на обоих сразу поехать. У нее еще такой стиль. У нее такой более девчачий стиль. У него такой прям такой крутой. Ой, смотри, это Морган. Ну, конечно, анимация слегка упоротая. О, мы можем даже поухаживать. Самые первые поухаживать. Ой, что-то у тебя коленка какая-то немножко. Блин, давно у меня не было таких прям эмоций. Блин, честно, я предполагала, что, скорее всего, будет именно второго поколения. Но я не думаю, что именно эти лошадки. Я думала, они будут одной породы. Господи, он такой милый просто. А, за ним тоже надо поухаживать. Конечно, конечно, конечно. Какой просто. Он такой милый. Он такой, как это, брутальный. Это как это называется слово. Он брутальный и милый одновременно. Это просто. Теперь у меня вроде бы все английские часа кровные. Спасибо большое. Это просто, я не знаю. Я молчу, но внутри такие бури эмоций. Просто, и тем более, когда тебе покупают лошадь, да не сам покупаешь. Это просто такие эмоции. Сейчас такие эмоции не купишь самому. Камила. И мне очень сильно понравились имена. Вот имена, это просто, реально, просто огромнейший респект. Спасибо большое. Просто я не знаю, как описать. Мои эмоции я очень довольна, очень рада. И, в принципе, уже как человек, у которого много лошадей, у меня покупки уже не столько сильных эмоций вызывают. Но, правда, в последнее время эти эмоции вернулись после длительного перерыва от Старстрима. Но эти эмоции еще больше. Еще больше. Их теперь еще больше, потому что это не я покупала. Я аж заикаюсь немного. Спасибо огромное Даше. Это просто... Я этих лошадок просто запомню навсегда. Мне, мало того, что мне нравятся эти масти и породы, так они еще и будут ассоциироваться с таким блогером, как Даша. Это просто огромнейшее спасибо. Большое-большое-большое спасибо. И всем советую подписываться на ее канал, потому что она очень добрый, искренний человек. Видно, что лошади покупались душой. И просто и в них самые такие теплые, приятные эмоции собрались. И которые передались мне, владельцу. Ну, спасибо большое еще раз Даше. Очень большое спасибо. Так что на этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Если вы хотите, чтобы я вам купила лошадку, пишите мне в личку, в ВК или в моем телеграм-канале, где я вам отвечу. И мы договоримся с вами о грядущей вашей покупке новой лошадки. Так что всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!